Прогнозы И что вся рабочая неделя такая будет устойчивая весенняя? Ну не совсем, не совсем. Небольшое отклонение в ту или иную сторону, а кое-где вообще-то еще сохраняются фортпустые зимы. Но в целом, в целом все достаточно позитивно. Начнем с юга европейской территории России. Сегодня и в конце рабочей недели здесь прогремят грозовые дожди, и поэтому дневная температура плюс 18-23. А вот в середине недели, когда вероятность осадков невелика, воздух может прогреться до плюс 22-27 градусов. Достаточно комфортная солнечная погода ожидается в Поволжье. Здесь дневная температура плюс 19-24. И лишь в середине периода, в связи с прохождением атмосферного фронта, здесь возможны ливни, местами с грозами и порывистым ветром, и поэтому температурный режим будет на 3-4 градуса прохладнее. Не повезет жителям северо-запада. Здесь неделя стартует с дождями, довольно-таки прохладной погодой. В дневные часы всего плюс 5-10 градусов. И лишь во вторую половину периода, когда дождевые облака станут рассеиваться, воздух здесь может прогреться до плюс 10-15. В центральный регион поступают более теплые воздушные массы с юга. Неустойчивая погода с локальными ливнями, грозами. Дневная температура плюс 16-21. Исключение составит лишь среда. В этот день облаков станет больше, дожди усилятся, и поэтому столбики термометров не поднимутся выше плюс 10-15 градусов. Достаточно прохладно сегодня будет на Урале. В дневные часы от 11 до 16 со знаком плюс. Но постепенно и здесь воздух станет прогреваться, и к середине недели мы ожидаем потепление до 18-23 градусов. На юге Сибири самая ненастная погода ждет жителей Саян и Прибайкалья. Сюда поступает довольно-таки холодный арктический воздух, поэтому много дождей. И в дневные часы от плюс 6 до плюс 11. Сегодня небольшое похолодание будет и на юге Западной Сибири. Но здесь погода более комфортна, облаков меньше, вероятность осадков невелика. И к середине недели столбики термометров поднимутся до плюс 16 и плюс 21. На юге Дальнего Востока сегодня достаточно промозгло, небольшие дожди, плюс 7, плюс 12. Но затем на берега Амура начнут поступать очень теплый воздух из Манчжурии. В результате здесь температура повысится до плюс 17 и плюс 22. Но вот те же самые южные ветра в Приморье будут выносить прохладный воздух с акватории Японского моря. В результате прибрежная зона будет укрыта пеленой морских туманов, и столбики термометров не поднимутся выше плюс 5 и плюс 10. Но все-таки, когда в Москве плюс 21, хочется даже не знаю, что расцеловать вас, Вадим. Ну как же? Подарить вам эти цветы? Подарить вам эти цветы, Андрей? Можно? За такие прогнозы можно. Спасибо. Спасибо большое. О погоде на эту неделю нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Спасибо. Какой же вы счастливый. Да, и погадать есть на чем. Субтитры сделал DimaTorzok